По данным российского онкологического центра имени Блохина, в стране ежегодно выявляется около 50 тысяч случаев злокачественной опухоли груди. Рак груди – самая распространенная форма рака, и в последние 15 лет количество заболевших увеличилось более чем в два раза. 15 октября – Всемирный день борьбы против рака молочной железы. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, главный врач Самарского онкодиспансера Андрей Орлов. Здрасте, Андрей Евгеньевич. Добрый вечер. Мы работаем, как обычно, в прямом эфире 202.11.22. И, как обычно, Андрей Евгеньевич отвечает абсолютно на все вопросы и не спрашивает заранее, какие они будут. Так точно. Андрей Евгеньевич, вы мне сейчас замечание сделали, пока шла заставка, что самая распространенная форма рака у женщин. Это про рак молочной железы, да? А самая распространенная у всех есть? То есть кто вообще лидер? Вот номер один тогда из онкологии. Если говорить, мы не берем кожу. Всегда лидирующие позиции по заболеваемости занимает кожа. Но это самый благополучный вид рака, не считая меланомы. И в последние годы, увы, лидирующей позиции стал занимать колоректальный рак. Рак прямой толстой кишки. Мы в одной из передач об этом на самом деле говорили. Да, это одна из, увы, сегодня самых распространенных форм не только в Самарской области, но России в целом. Но сегодня мы говорим именно о раке молочной железы. Мы сегодня с вами надели виртуальные розовые ленточки, символ вот этого дня борьбы. И, конечно же, хотелось бы поговорить именно на эту тему для того, чтобы вооружиться, конечно же, что уж там лукавить. Вот есть исследование, я читала, социологи пишут, что раком молочной железы будет болеть каждая двадцатая женщина в мире. Это на самом деле так. То есть мировая статистика сегодня дает и представляет эти данные. Увы, это имеет место быть. Но это одна из тех локализаций, которая на сегодняшний день легко диагностируется, для которой уже установлен единый стандарт скрининга. Это маммография, если мы говорим о женщинах старше сорока лет, а наиболее чаще встречается рак именно у женщин старшего возраста. Потому что очень часто слышишь вопросы, что рак молодеет. Нет, статистика на сегодняшний день такова. Вот по итогам двадцать первого года у нас на учете состоится выше 16 тысяч восемьдесят женщин. Мы про Самарскую область говорим. Мы говорим про Самарскую область, именно о ней. Ежегодно, опять-таки, вот по прошлому году мы выявляем свыше... Ну, по прошлому году это тысяча шестьсот восемьдесят восемь женщин. При том, что неоднократно тоже упоминали, что, увы, двадцатый-двадцать первый год из-за вынужденной приостановки диспансеризации, обследований, увы, уровень заболеваемости... Завалились там все-таки, да? Конечно. В целом, если мы говорим об общей заболеваемости, в год мы где-то теряли до тысячи-тысячи двухсот пациентов. Мы их не выявляли, никуда рак не ушел. Но если говорить о возрастной категории, то в большинстве случаев чаще всего заболевают женщины старше пятидесяти пяти лет. У нас всего по прошлому году две женщины возраст 25-29 лет, самый молодой, у кого выявили рак молочной железы. Все-таки рак – это заболевание, которое в большей степени притягивает именно пожилое возрастное население, связанное, это всегда мы говорим, именно с теми мутациями генетическими, которые накапливает каждый наш житель, в том числе женщина, в связи с нашим образом жизни. Андрей Евгеньевич, в настоящее время здоровые молочные железы уже становятся редкостью. В чем причина? Одна из причин, больших причин, и об этом тоже я говорю, это отказ от естественного вскармливания. Ведь молочная железа именно и дана Богом природы нашей женщине для того, чтобы вскармливать потомство, вскармливать своих детей. Увы, многие молодые девушки, мамы, женщины отказываются именно аргументировать только одним – сохранить красоту и якобы сохранить молодость. Но, тем не менее, да, это ужас, потому что именно естественное вскармливание опять-таки стимулирует правильную выработку молочных желез, правильную выработку тех же эндорфинов, которые в большей степени влияют на внешний облик наших прекрасных и милых дам. Неуемный прием гормональных средств без контроля врача-специалиста также способствует развитию изменений в молочной железистой ткани молочных желез, которые очень подвержены именно и чувствительно к гормонам. И это, увы, способствует развитию фиброзной ткани, изменению, прирождению железистых клеток. И опять повышают риск развития онкопатологии. Вес избыточный, так же, как и вес недостаточный, тоже это все приводит к дисгормональным нарушениям. И это тоже повышает риск развития рака молочной железы. При том, что каждый из нас хочет услышать, что риск все-таки связан с окружающей средой, с экологией, с питанием. Да, с питанием, наверное, в какой-то мере это оправдано, но опять-таки с неправильным питанием, с избыточным питанием. То есть, когда имеет место ожирение, что опять приводит к дисгормональным нарушениям. Поэтому это та форма рака, которую можно, по крайней мере, контролировать, если вести правильный образ жизни. Но самое главное, то, с чего мы сегодня начали выявлять. То есть, маммография – это тот стандарт скрининга, который принят, доступен в России, включен в систему обязательного медицинского страхования. Я еще все-таки хотела бы вас вернуть к причинам. Вот в отличие от некоторых других форм рака, рак молочной железы, его виновником не являются инфекционные бактериальные заболевания, да? В большей степени, я уже сказал, то есть основной фактор – это дисгормональный. То есть, это нарушение уровня гормонов различные причины на то есть. Но опять, первое – это избыточный вес, это питание, курение, также способствует развитию рака молочной железы. В какой-то степени злоупотребление алкоголем также способствует, опять-таки, нарушая гормональный, женский правильный гормональный фон, нарушая, приводит и повышает риск развития рака молочной железы. А на самом деле, вот, все перечисленные факторы могут и не являться, да, причиной, то есть, насколько мне известно, рак молочной железы – это такое заболевание, которое иногда, ну, просто вообще непонятно откуда и почему, и за что, как говорится. То есть, ну, а хорошо, а вы бы все-таки вот тогда на первое место из прям вот серьезных факторов что поставили? Дисгормональные нарушения. Это в первую очередь, это дисгормональные нарушения, почему мы всегда и говорим, что каждая женщина должна наблюдаться у врачей-акушер-гинекологов, и если есть какие-либо нарушения циклов, если появляются уже в молодом возрасте фиброзные изменения в молочных железах, однозначно нужно наблюдаться у врачей-акушер-гинекологов с целью предотвращения, с целью профилактического приема, лечения, ведения образа жизни, чтобы не допустить уже до развития нашей патологии. А откуда берутся гормональные нарушения, мы тоже, в общем… Проговорили, да. Я напомню вам, что сегодня в нашей студии главный врач Самарского онкодиспансера Андрей Орлов, мы говорим о раке молочной железы, мы работаем в прямом эфире, телефон для звонков 202-11-22. Вы сказали, что, не знаю, правильное слово, будет легко или нелегко диагностируется, ну, что хорошо диагностируется, да, рак молочной железы, но все-таки давайте сначала озвучим симптомы, по которым, ну, пациент, он может же ничего не болеть, правильно? Как правило, рак любой локализации на начальной стадии никогда не болит, никогда себя не проявляет, никаких конкретных симптомов и для данной локализации нет. Чем всегда и коварство рака, чем всегда и пугает то, что вроде бы на фоне полного здоровья, когда что-то уже начинает о себе давать знать, и когда пациент обращается к врачу, здесь как обухом, по голове диагноз рак, и все воспринимают это как приговор. Почему и говорим, что есть доступный, общепринятый, единый, стандартный, во всем мире, делаю всегда на этом акцент, метод, это в первую очередь маммография. Потому что это тот метод, который достоверно позволяет заподозрить уже онкопатологию и дальше направить пациентку, а это уже будет пациентка, для дальнейшей диагностики и для получения подтверждения результата, где требуется уже или ультразвуковая диагностика, или магнитно-резонансная томография, что сегодня мы имеем возможность сделать, опять-таки за счет федеральной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в системе обязательного медицинского страхования, проводить пункции, тогда уже снимать, подтверждать диагноз или исключать. Но скрининг – это тот метод, который направлен на просеивание здорового населения. Сегодня в рамках опять-таки той же программы обязательного медицинского страхования «Каждая женщина старше 40 лет на фоне полного здоровья должна проходить не реже раз в 3 года, старше 50 на фоне полного здоровья не реже раз в 2 года, если есть уже какая-либо патология в молочных железах, тогда нужно проходить ежегодно». Это при отсутствии симптомов. Если уже появляются жалобы, если уже появляются болевые ощущения, если каждая женщина должна ежемесячно пальпировать молочные железы, а в идеале еженедельно осматривать их, в зеркало любоваться собой и, соответственно, пальпировать. И если есть какие-то, как правило, не всегда на начальных стадиях и появляются уже узелковые образования, то тогда уже надо обращаться к врачу. Но мы ратуем за то, что именно необходимо активное выявление, то есть здоровый житель, не пациент, почему и делаю паузу, а именно здоровый житель должен ежегодно обращаться к врачу, проходить смотровой кабинет, самый простой, самый доступный, но достоверное направленное обследование акушерками, которые десятилетиями работают и имеют колоссальный опыт, наружных локализаций, связанных именно с наружной локализацией рака и способствуют очень хорошему выявлению. Главное заподозрить. А дальше уже цепочкой маршрут от работы. Андрей Евгеньевич, в каждой программе на эту тему, наверное, возникает вопрос, все равно его задам. Но я сама знаю, что некоторые врачи говорят, делайте маммографию или УЗИ. Так все-таки маммография или УЗИ, и разница есть ли в этом? Старше 40 лет маммографию, до 40 лет только ультразвуковой диагностик, потому что структура молочной железы такова, что на маммографии можно не увидеть. Но если на маммографии у женщин выявляется та или иная патология, УЗИ дополняется. То есть один или другой метод всегда не исключает сочетание. Но начинать в зависимости от возраста, а возраст в сегодняшних приказах, что нужно делать, с какой периодичностью. На сайте каждой медицинской организации, которой вы прикреплены, с учетом вашего года рождения, можно посмотреть, что необходимо пройти в этом году или в следующем. Психика человека устроена таким образом, не каждого, но у многих, что он старается не увидеть проблему, которая его действительно пугает. Традиция страуса. Да, совершенно верно. И ведь есть ситуации, когда раковые клетки прорастают наружу, и появляются уже язвочки, и женщина видит эту язвочку. Но ей страшно, и она не идет на обследование. Вот поэтому, благодаря передачам, мы и пытаемся, каждый раз выходя в прямой эфир, не боясь говорить о том, что не бойтесь болезни. Рак молочной железы, если мы выявляем на первой стадии, 95% полное излечивание, то есть в течение 5 лет, все, рак себя не проявляет. Соответственно, это один из благоприятных, при условии, что есть раннее выявление. Но самое главное, опять повторяюсь, что есть возможность раннего выявления использовать те методики, которые общеприняты, общедоступны. Он говорит, спасайте себя утопающие, спасайте себя утопающие. Ну, никто не поможет нам самим, конечно, ведь никто. Мы каждый раз хотим обратиться к врачу, получить ту таблетку, которая нас излечит. Но, увы, мы сами накапливаем те болезни, которые, они естественные, они появляются с учетом того образа жизни, тех психологических, в том числе, нагрузок, которые каждый из нас несет, не используя зачастую те возможности, которые дают физические нагрузки. Ведь когда работает мышца, голова расслабляется. Это на самом деле очень важно для того, чтобы создать адаптивное отношение организма к стрессам. Именно физическая нагрузка – это тот физиологический стресс, который своего рода обезопасит нас от многих болезней. Поэтому вот это очень важно. И когда каждый человек понимает, что он несет ответственность, в первую очередь, за свою жизнь, соответственно, за жизнь своих близких, вот тогда справиться с той или иной ситуацией легче и пациенту, если он становится пациентом и врачу, к кому он обращается. – Прошла уже половина программы. Я напомню вам номер телефона прямого эфира – 202-11-22. Сегодня с главным врачом Самарского онкодиспансера Андреем Орловым мы говорим, как бороться против рака молочной железы. Если останется время в конце, может быть, мы поподробнее поговорим про лечение, потому что еще очень много чего хочется вас спросить. Поэтому сейчас вот кратко, ну, изменилось что-то в лечении рака молочной железы? То есть в нашем представлении это операция, хирургическая операция, полное удаление молочной железы и последующая лучевая терапия. – На сегодняшний день, вот что очень важно, тоже неоднократно об этом говорили, мы имеем возможность, опять-таки, благодаря, ну, впервые, каждый раз говорим о том, что именно на уровне президента принята федеральная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, не было ни в современной России, ни в СССР подобной программы, благодаря которой мы имеем возможность персинифицированного подхода к лечению каждого человека, и именно к раку молочной железы. – Что за этим стоит? – Что за этим стоит? Мы, прежде всего, должны установить не просто диагноз рак, мы должны верифицировать его рецепторную чувствительность к гормонам, к тем или иным препаратам, если есть мутации, степень распространения процесса, если, как мы говорим, уже есть какое-то метастазирование или большие размеры опухоли. И тогда уже консилиумом врачей определить, а сегодня ни одна женщина не госпитализируется без решения консилиума, где определяется, с чего начать, с лекарственной терапии и последующего оперативного лечения, или с оперативного лечения и последующего лекарственного или лучевой терапии, а может, все вместе в определенной последовательности. Вот это очень важно, что позволяет нам, в первую очередь, да, все зависит от локализации, от размера, от рецепторной чувствительности, подтипа так называемого, подтипа опухоли, от этого зависит и объем оперативного вмешательства. Реконструктивно-пластические операции, они для нас сегодня стали рутинными, поэтому принятие решения только зависит от характера опухоли и распространения. Мы имеем возможность и проводить пластические операции одномоментно, то есть сразу с удалением опухоли, или если нет такой возможности, как технологической, так и физиологической, то пластика проводится отсрочно, также, опять-таки, в системе обязательного медицинского страхования. Если есть возможность сохранить максимально орган, в данном случае молочную железь, она сохраняется. Более того, самые сложные всегда осложнения, которые были связаны, это удаление лимфоколлекторов, лимфатических узлов. Это огромные отеки страшные, это ограничение подвижности. Вот, опять-таки, во многом это связано с распространением, но сегодня то оборудование, которое поступает в рамках федеральной программы, оно позволяет верифицировать еще на дооперационном этапе, то есть определить так называемый, уже многие женщины у нас грамотные, слава богу, в этом плане, сигнальный узел. И если он чист, соответственно, он сохраняется. Потому что есть возможность в дальнейшем все равно назначить с профилактической точки зрения противопухолевую лекарственную терапию, таргетную терапию в том числе, тоже многие наши женщины уже грамотные, иммунологическую терапию. Три года назад, но у нас был один пациент, не буду называть фамилии, кто мог получать сегодня, это получают сотни, и мы даже не замечаем уже этих фамилий, этих пациентов, кто имеет возможность получать эти препараты, опять-таки, за счет обязательного медицинского страхования. И это позволяет индивидуально решать те задачи, а, соответственно, максимально избегать тех осложнений, которые могут быть после наших обширных операций, а самое главное, быстрее возвращать женщин в жизнь, сохранив их красоту, эстетику, что очень важно, и это один из тех вопросов, которые часто задают. Онкология – это та сфера, где лечение не может ограничиться одной единственной проведенной операцией. Требуется дальнейшее лечение, требуется реабилитация, и прежде чем мы об этом поговорим, давайте посмотрим сюжет. Эффективность лечения рака зависит от качества реабилитации. В этом уверены медики Самарского онкоцентра. Именно поэтому для лечения пациентов они используют трехэтапную систему восстановления. Первый этап начинается с диагностики. При заболевании раком важно быстро поставить диагноз и оперативно провести операцию. После этого пациенты в течение семи дней находятся в стационаре под наблюдением онколога, реабилитолога. С ними занимаются врачи лечебной физкультуры, физиотерапевт, медсестры и психологи. Поддержка последних особенно важна. От этого напрямую зависит скорость выздоровления. И, наконец, третий этап реабилитации – лучевая или химиотерапия. Прооперировать его, назначить химию, лучевую терапию – это большая победа. Это уже больше, чем половина пути. Но качество жизни, как он будет дальше жить, вернется ли он в социум, вернется ли он к привычному, обычному образу жизни, как это было до диагноза – это большой, конечно, вопрос и это большое дело. Жительница Самары Ольга Сухова рассказывает, впервые онкологическое заболевание ей диагностировали в 2015 году. После операции в течение пяти лет она проходила лекарственную терапию. А недавно опухоль обнаружили во второй груди. И снова пришлось проходить лучевую и химиотерапию. Неизвестно, как бы протекало ее выздоровление без психологической поддержки, которую оказывают в Самарском онкоцентре. Она позволяет справиться со страхами, поверить в себя и с оптимизмом смотреть в будущее. Сейчас мне назначили на декабрь месяц реабилитацию. Все, конечно же, по показаниям, чтобы у меня рука поднималась, так как она малоподвижная. У нас очень хорошая реабилитация в онкоцентре на самом деле. Поэтому я надеюсь, что к Новому году у меня будут подниматься обе руки. По словам медиков, если раньше перед ними стояла задача спасти жизнь пациентов, то теперь речь идет и о максимальном сохранении качества жизни. Для этого собирается мультидисциплинарная команда, которая, оценив статус пациента, формирует реабилитационную цель и начинает программу индивидуального комплексного восстановления. За год в Самарском онкоцентре диагноз «рак молочной железы» слышат около ста пациенток. Чтобы вовремя обнаружить опухоль, медики советуют женщинам каждый месяц проводить самообследование. Тем, кто старше 40 лет, раз в год делать маммографию или УЗИ. А в случае обнаружения уплотнения немедленно обращаться в онкоцентр. Спасибо нашему корреспонденту. Еще раз напомнило, что нужно делать для того, чтобы не случилось заболевание, не просмотреть его. Я хотела с вами поговорить про реабилитацию. Вот пациентка в сюжете сказала, что в онкоцентре она очень хорошая, эффективная. Более того, мы, наверное, первый диспансер в стране, кто позволил не побояться начать у себя реабилитацию. Нашей реабилитационной службе уже 18 лет. То есть, если активная реабилитация, опять-таки, каждый раз, повторяю, благодаря сегодняшней программе нацпроекту здравоохранения, мы имеем возможность уже более широко ее использовать и уже определять этапность, то у нас начиналось это все 18 лет. И сегодня мы на самом деле являемся, по большому счету, лидерами тех технологий, которые позволяют максимально, то, о чем в сюжете говорилось, улучшить качество жизни и вернуть не просто человека к жизни, к труду, а социально адаптировать. И в том числе, благодаря психологической реабилитации, что тоже очень важно, а начинать мы ее зачастую начинаем еще на догоспитальном этапе, в пред, так скажем, лечении, когда только ставится диагноз рак, сразу, мы сегодня говорили, человек, многие люди замыкаются в себе, и надо поверить в себя, в свои силы, чтобы вместе с врачами справиться с этим. И именно благодаря реабилитации мы имеем возможность сегодня максимально в ускоренном темпе дать понять человеку, что, по большому счету, пройдя этот барьер, пройдя эти испытания, он обычный, такой же и может вести обычный образ жизни и наслаждаться и радоваться каждому дню. И сегодня, на самом деле, есть все реабилитационные технологии, начиная с отделения реанимации. Тоже в сюжете уже говорилось, что буквально с первых суток мы используем так называемые методики первого этапа. У нас в этом году впервые открылся стационарный этап, когда женщина, мы видим, что еще рано ее выписывать домой, и она требует круглосуточного наблюдения и занятий уже не столько с хирургами, сколько со специалистами, реабилитологами, психологами. И на самом деле женщины переходят на реабилитационные койки, продолжают это лечение. А далее уже при необходимости мы их выписываем, и в амбулаторном режиме они посещают те или иные наши методики, которые позволяют максимально уменьшить те проявления, которые, увы, от любого оперативного вмешательства могут быть. А если есть и необходимость, еще и работа с психологами. Поэтому на самом деле реабилитационное отделение – это одна из наших гордостей, как в целом. Да, я неоднократно слышала раньше, что выписанные и трепетно вылеченные вашими врачами пациенты, оказавшиеся у себя в своей поликлинике, в общем, оказываются никому не особо ненужными. И с реабилитацией все плохо. Здорово, что вот эти койки вы открыли. Да, на самом деле это большой плюс. Я еще раз говорю, это та возможность, которая дает максимально быстро адаптировать пациента к обычной жизни. Андрей Евгеньевич, ни разу мы с вами не обсуждали этот вопрос, а вот знаю, что существуют пациентские сообщества различные. Вот есть ли какое-то взаимодействие с ними у онкодиспансеров? Вот на самом деле все наши пациентские сообщества, многие коллеги боятся этого. Есть тоже определенный страх, как у пациентов перед врачами, так и у врачей перед пациентскими сообществами, которые якобы будут как бы с экстремизмом выдвигать те или иные требования, которые врачи не смогут выписать. Я всегда говорю, что пациентские сообщества это не просто близкие нам люди, потому что это, во-первых, пациенты вместе с нами, пережившие свой диагноз, но это именно те люди, которые из первых уст смогут рассказать своим, скажем, коллегам по заболеванию, как нужно справиться, что с этим главное можно справиться, и главное, что можно продолжать жить, а главное наслаждаться этой жизнью. Поэтому это не просто наши друзья, это наши партнеры, это наши в какой-то степени даже коллеги, с которыми мы сотрудничаем на постоянной основе. Более того, у нас Венера Рамазанова, то есть она даже принимает участие в наших школах для пациентов, где для пациентов не только с раком молочной железы, но буквально недавно она мне рассказывала, что принимала участие в школе для мужского контингента с раком простаты, и тоже рассказывала от своего, от первого лица, как с этим справиться. Она говорит, я сначала боялась, а потом была удивлена, насколько у людей загорелись глаза, и они поверили. Потому что у всех, у нас, как у любого человека, есть страх перед таким диагнозом, как рак. Для всех это до сих пор является приговор. Приговор. Мы перестали, увы, бояться сахарного диабета, хотя, к сожалению, это более грозное заболевание с более тяжелыми последствиями. Но, тем не менее, мы боимся рак в той ситуации, когда мы знаем уже, как большинство локализации выявить на ранних этапах, и как большинство локализации мы можем взять под свой контроль. На сегодняшний день рак – это хроническое заболевание, которое можно контролировать. Да, опять-таки, в сюжете звучало, что у женщин уже вторая локализация рака. Увы, это встречается, потому что чем дольше мы живем, тем больше мы накапливаем мутированных генов. Соответственно, повышается риск развития рака в той или иной локализации. У нас есть женщины и мужчины, и 5, и 6 различных локализаций. Но когда уже столкнулся раз и справился, то люди, заботясь о своем здоровье, регулярно посещая врача, выявляют новые локализации на ранних стадиях и успешно излечивают их. Я бы предположила, что наоборот, справившись один раз и попав второй раз, уже сил нет на борьбу. Нет, наоборот, вот в этом определенный плюс. То есть человек понимает, он начинает верить, он убежден в том, что ему можно помочь, и он становится тем примером. И поэтому, опять-таки, пациентские организации, у нас сегодня пациентская организация, все ссылки даже на сайтах есть, всего состоит, я говорю, 345 человек. Но начинали они с пяти. Это девушки-сподвижницы, которые провели фотосессию, и многие тоже сюжеты мы проводили по этому поводу, где они, благодаря вот этим фотографиям, еще раз, как они говорят, лысенькие, голенькие, без бровок, без ресничек после химиотерапии, но не побоялись, а сфотографировались, и еще раз своим партнером по несчастью доказали. Примером доказали, конечно, своим примером доказали. Мы с главным врачом Самарского онкодиспансера сегодня боролись против рака молочной железы. Как сказал Андрей Евгеньевич, не нужно бояться, все в наших руках. И спасибо за то, что вы были все это время с нами. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Увидимся ровно через неделю. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»